Александра Толмачёва призвали исполнять интернациональный долг в Афганистане, когда ему было 26 лет. На войне он был водителем. Управлял разными видами транспорта. От легковушки до бронетранспортера. Задача опасная. При обстреле первым делом стараются уничтожить водителя. Был случай, когда Александр с товарищами попал в засаду. И тогда он всех спас. В расположении части, когда ехали, перед мостом была засада. Нас там начали обстреливать. Мы шли где-то со скоростью 90 километров. На полной этой скорости не на мост выехали. Если бы на мост выехали, нас бы там расстреляли. И пришлось нырять в русло реки. И мы по этому оврагу и ушли от обстрела. Александр Толмачёв всего несколько раз побывал в реальном бою. Но впечатлений хватало. Гибли товарищи. Автомобиль Александра подорвался на мине. Водитель отделался контузией. Но при этом он сохранил мирный характер и желание помогать людям. Даже в чужой стране. Как-то раз в афганском поселке доброта Александра обеспечила успех мирных переговоров. Смотрим, калитка перекошена. Взяли эту калитку, отремонтировали. На вес так чуть-чуть перекошены, подправили, всё и стоим. Потом, когда они решили свои вопросы, выходят и мне говорят, спасибо тебе. За что? Он говорит, ты знаешь, мелочью, мелочью, у нас всё решилось. Дома Александра ждали жена и трёхлетняя дочь. Оксана Степанова вспоминает, что долгие месяцы их жизнь была наполнена беспокойными мыслями об отце. Мама скучала, конечно, вечерами. Мы смотрели вместе телевизор. Она ложилась мне голову на ручки, я её гладила. Мама, не плачь, папа обязательно придёт, папа вернётся. И мы вместе, мама писала письмо, а я прикладывала ручку, обводили, что папе привет. Возвращение Александра Толмачёва домой стало долгожданным событием и самым ярким воспоминанием детства Оксаны. Меня разбудили утром, и вот этот момент, я его не узнала. Он был с бородой, с растительностью на лице. И для меня был вообще тяжёлый человек, и только по голосу можно было узнать. Александр признался, что долго не мог привыкнуть к мирной жизни. Кошмары не снились, но рефлексы срабатывали. Если спишут, да, там тебя начинают будить. Ну, как говорится, тяжело разбудить. А выключатель был такой щелчок громкий. Сразу раз и проснулся. Я выключатель сменил потом. До войны Александр работал строителем. Этой профессии верен до сих пор. Говорит, что ему нравится созидать, а не разрушать. А ещё помогать людям. Он активист общественной организации ветеранов Афганистана «Гвардия». И сколько у меня возможностей есть в моём положении. Я стараюсь оказать помощь, всё это дело. И даже вот у нас есть мамочки, которых дети погибли, да, тоже звонят. Я содержу строительную группу. От своей благотворителя мы стараемся помочь. Дочь ветерана говорит, что гордится своим отцом. Война не сломала его, а научила ценить мир, заботиться о людях. А ещё он с честью выполнил свой долг как защитник Отечества. Я долго не понимала смысл этой войны. Со временем начали рассказывать, что действительно, отвоёвывая позиции в Афганистане, мы именно защищали свою страну. И вклад наших очень весомых, наших воинов, что именно они защитили наши границы.